Большое спасибо за представление меня. Я рад быть здесь с вами на этой очень интересной конференции. Вот, не знаю, как вы пользовались пока этим прибором и насколько вы опытны. Я расскажу о принципах резекции и представлю вам какие-то данные по системе. И мы поговорим еще о колоректальном раке. И с помощью этого устройства можно резекцировать ранние положения. Мы уже видели сегодня с вами видео. Эта система показана справа. Фактически можно эту систему установить на любом стандартном колоноскопе. Она состоит из прозрачного колпачка, который устанавливается на конец эндоскопа. И в этот колпачок, кроме того, встроена нить для разрезания тканей. Это устройство CRD по сравнению с обычной системой OTSC. Вы видите, кабель длиннее и потолще. Принципы резекции. Наверное, вы видели. Это я разочек только повторю. Разница по сравнению с резекцией и диссекцией в том, что не надо впрыскивать никаких красителей для того, чтобы приподнять опухоль. Вы ее хватаете щипцами, затягиваете в колпачок и не только саму опухоль, но и часть стенки кишечника. И все это затягивается в колпачок. И вы закрепляете клипсы, которые там же уже тоже встроены в колпачок заранее. Так что это самый радикальный способ лечения и, вернее, удаления опухолей в заднем проходе. Можно удалять и полипы с помощью методов EMR и ELG. Ну вот, сегодня мы видели много различных видеоклипов, которые показывали, как неподъемную опухоль удалять. Была динома, которая из-за шрамов, и она не могла поднять, нельзя было ее поднять из-за рубцовой ткани. Вот я вам покажу тоже видео. Это рецидив аденомы, тут есть шрам, рубцовая ткань от предыдущего удаления. Это гибридная дисплазия аденомы. Мы размечаем разрезы высокочастотным током, потом мы захватываем его щипцами и затягиваем в колпачок. Компания говорит, что засасывать не надо, потому что засасать можно больше, но она оборудована всасывающим устройством. И здесь есть также отметка, которая показывает, что вы достаточно затянули опухоль в колпачок в достаточной степени. А вот дефект стенки, кишки и клипсы, которые используются для того, чтобы его закрыть. Тут была резекция всего участка и вместе с мышечным слоем и аденомой. Еще один случай, когда аденомы располагаются в трудном доступном анатомическом участке. Например, это дивертикулы в опедикулярном отверстии. Можно EMR или OSD использовать здесь. Проблема в том, что может развиться аппендицит после такой операции. Потом еще можно повторно удалять злокачественные полипы. Об этом я попозже расскажу. И еще показано, когда у нас субоэпитериальные опухоли, которые мы не знаем, злокачественные или нет. Это могут быть... Чаще они бывают доброкачественными, но иногда они перерождаются. Сред пациентов хочет знать, что у них там находится в ободочной кишке и не стоит ли это удалить. Вот резекция субоэпитериальной опухоли. Здесь употреблено еще такое устройство, как специальное анкерное устройство компании Овеско, Которое помогает позиционировать щипцы и поставить клипс, который вы видите на конце этого широкого кольца. То есть вы видите, что клипса поставлена на место прикрепления опухоля, и затем вы резектируете саму опухоль. Также это помогает при нарушениях подвижности кишечника, там, когда вам нужно вмешиваться в структуру нервов подслизистого слоя. Сейчас у нас есть уже достаточно много информации, которая опубликована. Это исследования, в основном в них представлен метроградный анализ, ретроспективный анализ. И здесь во всех случаях отмечается технологический успех, а именно резекция опухоли, отправка ее в патологию на анализ. И в большинстве случаев, в 175-99%, происходит излечение. И такая резекция в полной причине, это практически проходило исследование, в котором принимали участие 9 гастроинтенсиональных центров в Германии. где опубликованы и вход операций, и их последствия. При резекции стенки ограничение для системы составляет 3 см, потому что опухоли больше, они не помещаются в колпачок. А карциномы – это один с высоким риском, их не следует эндоскопически резерцировать, их надо хирургическим путем удалять. Результаты испытаний показали, что, главным образом, оденомы в труднодоступных локациях, которые трудно приподнять, они составляют около 60% операционных целей, ну и еще оденокарцинома. Большая часть опухолей, которые пришлось удалять, находилась в кишке справа и примерно треть с левой стороны. И когда, кроме того, при другого типа операциях, например, при ESD, вам надо торопиться, чтобы такие опухоли не удалялись при большом облучении пациента, при лентгеновском сопровождении. Есть, кроме того, опухоли, которые очень трудно лечить эндоскопическим методом. И всегда есть риск неполного удаления. Если у вас меньше 20 миллиметров, то достаточно высокий уровень резекции выше этого порога 60%. Как я уже сказала, это наиболее радикальный путь резекции в случае рака в колоректальной области. И такой метод резекции может вызывать перфорацию, но вы клипируете эту перфорацию, пока не нанесла в лет пациенту. Когда мы говорим об FDAD, мы также говорим об уровне осложнений. И это 10% в целом, и только 4,4% – это перфорации. Серьезные нежелательные исследования. Это были перфорации, 6 перфораций. Большинство из них произошли сразу же. Сразу же они были определены, и мы успешно их пролечили сразу же. И сегодня утром я видел, что в FD была небольшая перфорация. Вы можете ее клипировать, если вы ее заметили сразу же. И поэтому в этом исследовании необходимость хирургического вмешательства составляла 2,2%. Хотя это радикальный метод, он достаточно безопасен. Это то, что я хотел вам также представить. Это исследование, которое уже опубликовано. Это перспективное клиническое исследование. И очень много ретроспективных исследований даже были. Это реестр, который собирал все эти данные. Эти данные еще не опубликованы, но скоро они будут опубликованы. И это клинические исследования, которые были проведены компаниями, которые производят систему FD. 64 эндоскопические центры в Германии открыли такой вопросник в режиме онлайн. И подготовленный врач, который может использовать эту систему FD, может заполняться информацией. Информация собирается в этот регистр. И она анализируется с точки зрения технического успеха. Нуловой уровень резекции, полностейная резекция, затем осложнение. Ну, все, что связано с резекцией. И это достаточно большое количество пациентов. И вы можете собирать эту информацию. Практически 1200 пациентов, которые лечились этим методом. И показания были примерно одинаковы, как и в исследовании Волвы. Это неопубликованные результаты. И вы видите в верхней части меры эффективности, технические успехи. Толстостейная резекция, нулевой уровень резекции. И внизу вы видите осложнение. И что вы видите, эффективность, меры эффективности, эта часть высокая, осложнений мало. И интересно для меня следующее. В этом регистре и исследования резекции стенок были проведены в эндоскопических центрах, где проводился большой объем. Это эксперты в эндоскопическом регистре. Но этот регистр был распространен по всей Германии. Не только третичные какие-то центры, но и маленькие больницы получили. Этот слайд показывает, что даже если вы возьмете такие-то, объедините маленькие, большие больницы, где нет особенного опыта, то эффективность и безопасность практически одинаковы. Хотя это радикальный метод резекции в случае опухоли в колоректальной области. Но этот метод не так сложен, как, допустим, метод СД. И я также хочу показать вам это с точки зрения колоректального рака. Как вы уже знаете сегодня, колоректальный рак Т1, стадии Т1, может сопровождаться высоким риском или низким риском. Рак высокого риска означает, что риск 20% в метастазах лимфатических узлах. И это пациенты, которым необходимо проводить хирургическое вмешательство, потому что эндоскопическая резекция недостаточна. Но существует опухоль низкого риска, где риск 1%, и можно проводить эндоскопическую резекцию. Если вы смотрите, вот это неполные резекции, и это лечение, и опухоль, может быть, это рака, есть подозрения, но кто не знает, высокий тут или низкий риск. Потому что только после полного гистологического исследования вы можете сказать, высокий это риск или низкий. То есть это дилемма, что мы должны делать. Если вы видите такую опухоль, это, конечно, опухоль, которую невозможно было поднять, была полная резекция, рубцы, может быть, это глубокая инфильтрация в последней области. Что вы будете делать, если вы не являетесь опытным эндоскопистом, может быть, вы пошлите человека на операцию, а затем, если это опухоль высокого риска, вы правы. И пациент в безопасности, но если это опухоль низкого риска прошла, пройдет большая операция, которая не является необходимой. Вот почему существует диагностическая дилемма. И мы изучаем это, мы опубликовали это в выпуске гастрозуточной кишечной эндоскопии. Мы проскринировали 1200 данных по пациентам, которым проводилась полностейная резекция в системе ФТРД. И мы проназили тех, у кого был рак. Мы подразделили эту группу, всю группу, всю когорту на две группы. Это повторная резекция была злокачественной опухоли, когда не полностью была резекция стандартным методом, а затем те опухоли, которые невозможно было поднять, и которые считали доброкачественной пандоскопией. А в гистологических образцах, в резекцированных образцах было показано, что там рак. И несколько слов об этом. Существует в целом уровень резекции нулевой, а здесь 72%. Основное преимущество в группе с повторной резекцией, неполной резекцией, нулевой уровень составлял 87%. А в другой группе он состоял только 61%. И это очень низкий уровень, честно говоря. Но это было ретроспективное исследование, поэтому мы не уверены относительно критерий включения. Мы не знаем, почему человек попал в этот регистр или не попал. Может быть, было много кандидатов с глубокой подслизистой инфильтрацией, которые были фактически не очень хорошими кандидатами для этого прибора. Но что было наиболее интересно, это то, что до того, как этим людям проводилась резекция, никто не знал, это опухоль высокого или низкого риска. А потом в 99% пациентов мы поняли, высокий это риск или низкий риск. И ни один из пациентов с низким риском не подвергся операции. И я бы хотел сделать вывод, что система ДИАДИ – это важный шаг вперед, который расширяет методы эндоскопической резекции. Это не инструмент, который заменяет и СД, и это МР, это дополнительный метод. Мы можем проводить резекцию опухоли, которые считаются сложными или даже невозможными. Используя стандартную резекцию, это эффективный и безопасный метод. И также я показал, по данным регистра, он широко применим. Есть, конечно, ограничения, размер опухоли примерно 3 сантиметра, более 3 сантиметра нельзя его использовать. И обычно вы не должны его использовать даже больше 2 сантиметров, это уже сложно. Еще одно ограничение – это не всегда можно довести его до опухоли. И ограниченное поле зрения, когда вы держите эту систему. И пока не было еще проведено сравнительных исследований с другими методами резекции, мы начинаем это исследование. Я надеюсь, в этом году оно начнется. Но пока никто не знает, что будет лучше всего, какой метод резекции для этих сложных опухолей лучше. Итак, что у нас впереди, кроме колоректальной области, система также может быть использована для верхней части желудочно-кишечного тракта. Небольшая серия опубликована относительно опухолей в эпигастральной области. И также в области 12-ти перстных киски нам интересно, каковы будут результаты. Большое спасибо за Ваше внимание. Большое спасибо. Может быть, какие-то вопросы будут? Уровень перфорации. Вы сказали, что это примерно 4%. Это, конечно, не очень низкий уровень перфорации, 4%. Для меня, как линдоскописта, проблема заключается в том, что до того, как разрезать, надо использовать OTC для того, чтобы клипировать. А после разреза мы можем что-то сделать, допустим, использовать еще одну клипсу. Что вы делаете? Вы делаете следующее. Обычно вы не размещаете две скрепки OTC, но если вы видите небольшую перфорацию, вы можете просто закрыть это со стороны скрепки. Но плохо, если вот эта скрепка не держится, эти клипсы не держатся, если вы неправильно использовали эту систему. Также говорят о том, что люди, допустим, перевели, протянули этот опухоль в колпачок, затем упустили, и возникла перфорация. Может быть, иногда это кажется смешным, потому что такие ошибки не надо делать, но иногда это происходит. Это очень сложно. Если небольшая перфорация находится где-то недалеко от клипсы, то нет проблемы. И что касается количества перфораций, вот эти 2, от 2 до 5 процентов, конечно, это выше, несколько выше, чем то, что касается МР, где 2,5 процента. Но действительно, на мой взгляд, вы не можете сравнивать эти данные с другими данными, потому что опухоли были другими. Если опухоль невозможно поднять, опухоль в прямой кишке, то вполне возможно, если она больше 2 сантиметров, вы не будете использовать МР, потому что вы не хотите проводить резекцию, блочную резекцию. Это можно только сравнивать с опубликованными данными по перфорациям, особенно в случае злокачественной опухоли, до 15 процентов в случае ESD. И что бы вы ни взяли, допустим, риск перфорации всегда существует. Если вы встречаетесь с пациентом в операционном блоке, это стандартный пациент, примерно 60 человек, без сочетанных заболеваний. Если вы найдете нативные аденомы диаметром примерно 2 сантиметра, без лифтинга, может быть, Т1, аденокарцинома Т1, что вы будете делать? Если мы будем говорить о пациенте, а он уже спит, то тогда не будем проводить ФТРД, потому что мы всегда должны получить информированное согласие пациента до этой операции. Мы должны обычно поговорить с пациентом отдельно. Обычно мы знаем, у нас есть фотографии, информации, и затем мы назначаем пациенту эту процедуру, и мы не можем проводить это по-другому. Обычно мы этого никогда не делаем, но мы не делаем это и для процедуры ESD, мы всегда назначаем им для такого пациента. Но даже если этот человек, это мужчина среднего возраста, с опухолей в 2 сантиметра, я бы рекомендовал полностенную резекцию, потому что у него есть шанс, что его вылечит эндоскопическая резекция. Если вы зададите мне тот же самый вопрос при такой опухоли в прямой кишке, будет сложно принять решение, потому что у нас также есть возможность делать ESD достаточно безопасно. Но в Европе и в Соединенных Штатах мы обычно не делаем ESD в прямой кишке очень часто, и поэтому опыта у нас в этом плане немного. И скорее мы будем делать FTRD этому пациенту. Но у вас есть две возможности ESD или полностенной резекции без операции, если мы обсуждаем T1 или T2, потому что это вопрос. Потому что когда прибор для тоностенной резекции, для популяризации прибора, основные показания были аденомы ранее подвержены резекции, но все больше и больше случаев было нативной аденомы. Не думаете ли вы, что популяризация... Мне нравится этот прибор, да, честно говоря, но не боитесь ли вы, что такая популяризация будет связана с меньшими показаниями при онкологии? Когда мы говорим о пациентах психологии, мы говорим не о том, как мы удаляем опухоль, есть ли метастазы, мы говорим, может быть, необходимо аденоктомия или что-то. Еще вы совершенно правы, конечно, это проблема, потому что если опухоль высокого риска, примерно 70 процессов, примерно 70 человек были аденомы высокого риска, конечно. Если вы проводите ФТДР у этого пациента, если у него опухоль высокого риска, то есть, конечно, риск, но преимуществ никаких нет, если мы используем этот прибор. С другой стороны, если это опухоль низкого риска, и если она полностью закрыта по сравнению с риском анастомозной недостаточности, некомпетентности, и вы можете решить онкологическую проблему, и не существует риск, как парихирургической резекции. Прежде всего, мы обсуждаем это с пациентом, но мы также идем прямо, проводим резекцию, используя прибор для толстостенной резекции. Мы обсуждаем с пациентом, каковы его варианты в настоящее время. Если опухоль низкого риска, тогда мы говорим, что у него есть минимальный шанс того, что присутствуют метастазы в лимфатических узлах. И мы также говорим пациенту, что если он хочет безопасность на 100%, необходимо сделать хирургическую онкологическую резекцию. Мы также видим недостаточную анастомозу очень часто, и мы обсуждали это раньше, и у нас очень часто используется вакуумная терапия в связи с недостаточной анастомозой. И если вы можете поговорить об этом с пациентом, если вы используете онкологически безопасный метод, конечно, это будет лучше всего. Спасибо за просмотр!